Да, наличие такого журналиста, как Такер Карлсон, который на самом деле не принимает общепринятую интерпретацию происходящего в последние 2, 8 или 10 лет, наличие здесь такого человека, который готов слушать Путина, а не бросать ему вызов, было подарком для российского руководства. И именно поэтому, как мне кажется, к нему было такое доброжелательное отношение со стороны российских СМИ и российской политической сцены.